Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 16 июня. Разговор о подкормках. Вот куриный помет, я же все начала изучать куриный помет, и куриный помет считается одним из самых таких универсальных подкормок для всех-всех овощей, который имеет сложный состав, в него входит огромное количество макро-микроэлементов. Я в этом году использую помет, вот этот куриный, впервые. Изучила много информации, все, что я делаю, я подробно снимаю, и я делаю это, полагая, что для тех, кто хочет тоже впервые применить куриный помет, мои видео будут полезны. Как я готовила маточный раствор, как я все это, что нужно знать о курином помете, вы сможете посмотреть в предыдущих видео. Вот я замочила два ведра сухого прошлогоднего куриного помета на 200-литровую бочку. И тут я сразу хочу дать совет тому, кто ни разу не использовал его. Я вот, ну немножко сделала неправильно, я просто взяла его и завалила туда, вот он как был комками и все. И он здесь сам не растворился, сколько его не мешает. И вот эти комочки, куски, надо было еще в сухом виде растворить. А вчера мне пришлось из-за того, что они там, короче, где-то густо, где-то пусто, где-то вода, где-то вот такой кусок, мне пришлось туда залазить и все это разминать. Я вот все размяла уже в жидком виде, но это не очень практично, потому что лучше было бы одеть перчатки и в сухом виде все размять. Это вот хорошо, что у него практически нет запаха, а то есть вот такой у травяных настоек, такой запах, который не выветривается, даже заходишь в автобус и пахнет. А мне еще сегодня предстоит в налоговую ехать, и если бы был запах такой, как у травяной настойки, я бы, короче, от меня бы шарахались, как от прокисшего человека. Все, разминаем, когда он еще сухой, и потом уже туда. Вот настоялся 5 дней, и это у меня маточный раствор, который я потом использую и для томатов. Вот сейчас для томатов буду использовать. И для огурцов, но только беру разную концентрацию. Для огурцов побольше концентрация, а для томатов поменьше. Огурцы это самый простой вариант, вот в случае с подкормкой куриным пометом. Они любят азот, и куриным пометом можно поливать весь сезон, в отличие от томатов. Для того, чтобы приготовить рабочий раствор для подкормки огурцов, я взяла вот с той большой бочки, принесла в ведре вот этот маточный раствор у меня, и на 10-литровую лейку я взяла 1 литр. Вот, правда, некоторые люди говорят, что это будет очень мало, как мертвому припарка, потому что у меня куриный помет старый же, прошлогодний. Но я, еще раз повторюсь, так как делаю все это впервые, я действую с осторожностью и начну с более слабого концентрации раствора. Если он пойдет нормально, ну, можно будет во второй раз потом увеличить. И еще я сюда добавляю, так как у меня уже огурцы в фазе плодоношения, у меня вот гумат калия еще с того года, я еще добавляю гумата калия по одному колпачку, там написано на ведро 8-9 мл, я добавляла по 5 мл, можно 1 или 2. Это тоже органика, и вот эта подкормка огурцов, куриный помет и гумат калия, это полностью органическая подкормка. Сейчас покажу, как поливаю, но поливаю, как обычно, по влажному грунту после полива. Вот огурчики после полива, земля у них влажная, везде написано, что по одному литру, ну, под куст. Я, конечно, не измеряю, я просто беру лейку и как бы уйди, Надя. Подождите, кошка мешает. Ну, она мне там не дала полить, потому что мне наступить некуда, отпинуть ее не смогла, Надя уходит. Я просто поливаю, ну, как поливочной водой, но предварительно все равно уже полив вот эти огурцы. Все, вот теперь следующую такую подкормку сделаю через дни 10-15. Вот эти огурцы, конечно, я сегодня уже сниму, а надеюсь, что за это время нарастет очень-очень много новых огурчиков. Вот такие подкормки огурца можно делать весь сезон с интервалом, но через 10-15 дней сделаю еще раз. И потом... Ну, конечно, огурцы, это самый простой вариант, пишут, что будет продлено плодоношение, что будет увеличено количество урожая, все пойдет ему в пользу. Но так, как я применяю в этом году впервые, я, конечно, буду наблюдать за своими огурцами, поделюсь потом в конце сезона своим впечатлением с вами. Но тут у меня такая проблема, что у меня и так хорошие огурцы. Как бы не сделать им хуже от этой подкормки. Но мы каждый ищем свою подкормку какую-то идеальную, которая даст нам такой огромный урожай. Вот и мне хочется, например, начать подкармливать куриным пометом. Все-таки это органическое, натуральное. И, возможно, после применения куриного помета удастся сбавить процент вот этих минеральных подкормок. Везде я читаю, что куриный помет заменяют самые дорогие вот эти минеральные подкормки. Все. До свидания.